Как же долго Я тебя ждал Санремо 763 Один из первых моих ножей Как сейчас помню его идеальную механику на шайбах Вогнутые спуски и тонкое сведение Цену не помню, но помню, что почти за даром китайцы отдавали аксесс-лог Который за несколько лет ни разу не подвел Но самое главное, они давали честную бомбическую 8 хру Те, кто пользовался, знают, на что способна эта железка Малыш без проблем вскрывал консервные банки Жаль, что это видео удалил узко норов Единственная претензия у меня была к шпинкам на дырка Но я их просто снял После этой модели Санремо выпускал много разных ножей Хороших и не очень Но вот такой складень К которому я бы прикипел с первого взгляда Долго не появлялся Очень долго Санкт-Петербург Санкт-Петербург Итак, после долгих лет ожиданий Бесконечных ландов Хороший, кстати, нож Но откровенная реплика на Сибензу Санремо все-таки берет себя в руки И возрождается, словно Феникс Выпуская в свет бомбический EDC И тем самым всем показывает Каким именно должен быть нож В ценовом сегменте до 30 долларов Ганза в шоке Рыбы обескуражены Сейч и Тусан увольняют сотрудников Все посланы на три буквы И эти три буквы теперь звучат гордо SRM Теперь по существу Данный нож продается в четырех версиях На выбор два цвета рукояти Это песок и черный Два варианта по форме клинка Это с большим холом И с подъемом на опухи И соответственно с меньшим холом И два варианта по обработке клинка Это дарквош и сатин Я сознательно выбрал именно эту версию Потому что песок более подходящий Вариант для картинки на видео Обработанная D2 менее склонна к коррозии А большой хол удобен для открытия клинка G10 здесь недорогой Более приближен к пластику Но как говорится на потребительские функции Это не влияет Здесь имеется мелкая насечка В сочетании с крупной Что дает комфортное удержание Фурнитура также окрашена Как и клин в черный цвет В потаях под торксы Имеется потай под клипсу для левши Бэкспейсер из черного G10 С крупным темлячным отверстием Замок Аксис Лок Также все детали окрашены в черный цвет И фирменный осевой винт С символами SRM Осевой винт имеет лыску Поэтому не прокручивается Далее с торца мы видим Что стальные лайнеры под G10 утоплены Это красиво смотрится С обратной стороны Стальная штампованная клипса Вороненая Это именно воронение А не краска Клипса выверенной жесткости Очень понравилась Не жесткая Не мягкая Именно такая какая должна быть Глубокой посадки Нож хорошо садится на карман Клипса не бликует Глубоко находится нож в кармане Еле заметен И легко извлекается из кармана Клин четко по центру В осевом находятся шайбы Из цветного металла Перфорированная Как на оригинальной Сибензе Открывается клинок за холл Можно при желании Стрельнуть третьим пальцем Или просто воспользоваться Аксисом Отличная механика Здесь без люфтов Требуется небольшое время Чтобы шайбы притерлись к покрытию Но если вы купите вариант с сатином То получите идеальную механику Прямо с коробки Давайте заглянем внутрь рукояти Видим, что стальные лайнеры Имеют сквозную фрезеровку Для облегчения Также видим, что они покрывают Не всю площадь рукояти Именно там, где они нужны То есть под замком и под винтами Проверим баланс Он четко на подпальцевой выемке Вес у ножа всего 96 грамм При длине клинка 9 сантиметров В обухе не толстый 2,8 миллиметра Сталька здесь D2 Спуски довольно-таки высокие Обработка Darkwash Имеются надписи Шрифты очень нравятся Четкие, современные Подводы ровные от начала до кончика С обеих сторон С обратной стороны видим маркировку стали И номер модели 9202 На обухе располагается выступ Такой для большого пальца С насечками Это очень удобно в удержании Очень удобен вот такой хват Мертвый здесь также подпальцевая Выемка для указательного пальца Очень хорошо Удобно дорезать что-то пузом Потому что очень четкий упор Идет на большой палец Также есть стандартный Молоточный хват Запас на большую руку На среднюю идеально На маленькую я думаю Также пойдет Классно чувствуется нож в руке G10 имеет цепкую текстуру В целом исполнение очень четкое Никогда бы не подумал Что китайцы до 30 долларов Смогут сделать нож с глубокой клипсой Хорошей обработкой Как клипсы, так и клинка в целом Лайнеры утоплены Облегчены Минимальная конструкция Нет никаких лишних шрифтов Иероглифов Очень все четкое Явно нож позиционируется На американский или европейский рынок Никаких излишеств в оформлении Все достаточно строго Лаконично, но красиво При этом нож достаточно рабочий Высокие спуски Тонкое сведение И вот эта потрясающая механика На шайбах Олдскул Никаких подшипников Все как делалось В старые добрые 2000 Что можно отметить в итоге Честно скажу Рад покупке Даже покажу Как за кадром Жду в своей очереди Ножи, которые приехали Намного раньше Возможно они даже Намного дороже Намного в чем-то интереснее Для широкой публики Но когда приехал Вот этот Феникс А я его теперь буду называть Только так Потому что Через эту модель Компания Сан-Рему Возрождается И опять громко Заявляет о себе Так вот Когда приехал этот Феникс Все остальное Ушло на второй Третий план Он Мощно засел На кармане И я думаю В ближайшие несколько лет Оттуда Не слезет Возможно В каких-то Примежутках Будут появляться Модели Но основной И здесь Теперь Вот этот 9202 Бомбезный нож Отличного качества С хорошими материалами И что самое главное По бомбезной цене Я не знаю Как долго продлится Эта акция 29,99 Но на мой взгляд Это очевидная халява Поэтому вы знаете Что делать До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok